Резьба вырвана вот с этих двух, резали по новой. Масло ручьем бежало. Такой автомобиль 2013 года выпуска в феврале 2023 приобрел житель Барнаула Виктор Чернышов в одном из злополучных автоцентров, возможно, одной сети. В данном случае речь идет о Новосибирске. Там вместо обещанной цены в 240 тысяч рублей мужчина попал на более крупную сумму. Они сказали по 4,5 процента, а оказалось по 21 процент. Вот и вышло у меня почти полтора миллиона. Вот это ржавая корыта. Ржавая корыта потребовала вложений уже на следующий день. Виктор устранил течь масла двигателя, перебрал подвеску, поменял тормозные колодки. Расходы мужчина по машине несет по сей день и ежемесячно платит кредит больше 20 тысяч рублей. Потерпевший рассказывает, сотрудники салона были очень заботливы, убеждая его в том, что для одобрения кредита нужно обязательно приехать в автоцентр. Приезжаем. Они начали нам. Вот один автомобиль пригнали. Я говорю, я приехал в зале Фана. Еще более вопиющая ситуация произошла с жительницей Барнаула Еленой Посельцевой. 22 марта 2022 года она поехала в салон присмотреть новое авто и обменять свой старенький Шевроле Ланос по трейдину. Интересовалась Рено Сандера. Повели на стоянку тут за автоцентром. Посмотрела я. Там стояла Сандера. Я сразу говорю, вот это вот давайте посмотрим. Они сейчас, сейчас, сейчас. Пойдемте туда посмотрим, пойдемте сюда посмотрим. Женщина говорит, и тут меня начали мариновать. Подождите час, два, три, при этом каждый раз используя различные отговорки. Предлагается сразу, что автомобиль находится где-либо в хранилище в каком-либо. Предлагают подождать, предлагают там чаек, кофе попить. Предлагается банк выбрать пока, если автокредит планируется взять, документы оформлять. И эта процедура длится, наверное, в течение там нескольких часов. Пять, шесть часов. К обеду пригнали Лифана. Весь грязный, немытый. Вот, посмотрели его. Не удовлетворил он меня. Мы его сейчас приведем в порядок. Угнали. Машина убитая, рассуждал мужчина, но за 240 тысяч рублей пойдет. А у Елены Посельцевой забрали старую машину, а пригнали совсем не ту, что она хотела. Вот время уже 12 ночи. Я говорю, так время-то. Я говорю, я во сколько отсюда поеду? Все, все, пойдемте посмотрим машину. Уже мы все на мойку загнали. Я захожу, там Volkswagen Polo стоит, 20-го года. Я говорю, ну мы вообще-то на другую машину договаривались. Вам уже кредит под эту машину одобрили. Ситуация, она везде, я рассказываю, она одинаковая. По таким салонам вручается договор. Потребитель осматривает, читает договор и отдает его. Говорит, ну да, в принципе, я готов на подписание. Давайте оформим кредитное обязательство. Если человек начинал вдруг сомневаться, говорит юрист, шло в ход психологическое воздействие. Людей буквально брали измором и вынуждали подписать договор на покупку авто, зачастую с большим числом дефектов, а иногда и вовсе в неисправном состоянии. При этом сотрудники автосалона подсовывали расписки о дееспособности покупателя. А у Виктора в начале сделки еще и паспорт забрали. Время уже позднее, думаю, ехать далеко еще. Ну вот они мне до закрытия протянули, договор всунули. Ты же его читал, подписывай. Давай листочки мне переворачивать. А я уже никакой. Инвалид второй группы, сутки 12 часов просидел там, голодный как это. Как наш герой подписал документ, уже не посмотрел, потому что ему уже изначально был проект предоставлен, он же его читал, и цена его устроила, и дефекты, которые там были, он был согласен. И когда ему уже другой, можно сказать, договор дали, то там цена была 870 тысяч рублей. И кредитное обязательство, естественно, вот на эту сумму, плюс страховка, ну, как все полагается, весь пакет услуг, который предоставляется этим салону. Елена Посельцева, правда, обратила внимание на годовой процент в кредитном договоре. Два менеджера подключились. Все, давайте, я говорю, ну дайте хоть посмотреть, что там написано-то, по чем я буду подписываться-то. Они, тут первую сразу страницу смотрю, написано, 50 процентов. Я говорю, да вы что, пофонарили. Ночь, офисы с плохим освещением, плохое зрение и усталость. В итоге женщину убедили подписать договор. А вещи и рабочий инструмент сотрудники салона уже успели переместить из старой машины в новую. Они уже тут, уже конкретно начали давить, если не подпишите, пешком отсюда пойдете. Что в итоге обалденный кредит. Стоимость машины, когда уже конкретно дома начала читать документы, миллион триста с копейками. И на сколько лет? Ну, как они обещали на словах-то, на пять лет. В итоге оказалось на восемь лет. По словам Елены, она платила кредит по 43 тысячи 100 рублей в месяц. Пока через полгода не позвонил следователь и не сообщил, что автомобиль в угоне. Итог, машину забрали. Женщина осталась без транспорта и без работы, ведь работа зависела от авто. Елена перестала оплачивать кредит. Однако следствие идет до сих пор и ничего пока не меняется, подчеркивает пострадавшая. Только к юристу Людмиле Жгун обратились около 40 жителей Алтайского края. Люди покупали авто в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Туле и Москве. По факту мошенничества алтайских автоцентров возбуждено больше 120 уголовных дел. Общая сумма ущерба около 40 миллионов рублей. Известно, что по делу о мошенничестве заочно предъявили обвинение самарскому предпринимателю Юсубу Искандарову. Он сейчас в розыске. Кроме того, арестовали женщину, которая по версии следствия юридически прикрывала мошеннические сделки. Также под стражей находятся два менеджера. Всем указанным лицам, кроме мошенничества, инкриминируют участие в преступном сообществе, а Искандарову – создание ОПГ. Что касается Виктора Чернышева, его иск не удовлетворили. Суд отказал в расторжении договора с автосалоном. Чаще всего жертвами мошенников, говорит юрист, становятся пенсионеры и люди, которые приезжают за автомобилями в одиночку. Эксперты советуют сохранять бдительность и избегать психологического давления, а также проверять машины на предмет ареста и угона. Расследование уголовного дела длится уже больше года. Правоохранители обещают прокомментировать криминальную историю ближе к ее завершению. Мы продолжим следить за ходом событий. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова